МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Первые дни лета не радуют нас погодой, зато в дождливый вечер можно сесть под телевизором и посмотреть любимую программу «Позывной 35». Меня зовут Олег Бушман. Мы начинаем. Перед глазами у меня кусты, треск, и я отрубилась. Я потеряла сознание. Семеро пострадали, пятеро находятся в больнице. Под Вологдой в кювет опрокинулся пассажирский автобус. Стараются украсть велосипеды, те, которые подороже, до 5 тысяч. Украдено более 150, отыскать удается не больше половины. Как не потерять двухколесного друга? Блатной номер для любой машины. За какое время в Вологде разошлась серия 3Х? Киа Оптима – это седан бизнес-класса. Эта новинка выпускается с 2012 года. Разумная избыточность для притязательных водителей. Презентуем новый Киа Оптима. Не очень приятная традиция, но мы снова начинаем нашу программу с дорожно-транспортного происшествия. Накануне в пятницу, недалеко от Вологды, перевернулся автобус с пассажирами. Как рассказали очевидцы, в Лиазе, который ехал из Вологды в Дикую, находилось около 30 пассажиров. Никто не погиб, но несколько человек получили серьезные травмы. Перед глазами у меня кусты, треск, и я отрубилась, и я потеряла сознание. Очнулась только, когда вода начала заливать салон. Ведь автобус въехал прямо в болото. Как доставали из автобуса, Валентина Анатольевна помнит с трудом. Потом рассказали, вытаскивали ее через окно. Тогда же узнала, что только чудом не погибло. После удара женщина пролетела несколько метров. Автобус марки Лиаза прокинулся в кювет в минувшую пятницу. Авария произошла на трассе Лесского-Дикая. Почти все пассажиры тогда ехали на дачи с рассадой и запасами продуктов. И пристегнут никто не был. Ремни безопасности в этом автобусе просто не предусмотрены. В общей сложности в том автобусе находилось больше 30 человек. Естественно, многие получили травмы, в основном ушибы. Но пятерых пострадавших все-таки пришлось доставить в больницу. Больше всех пострадала 17-летняя Мария Гладкова. На нее во время аварии упали пятеро пассажиров. В результате у девушки сотрясение и серьезный перелом руки. Меня вот только посадили, наверное, минут через пять уже скоро приехала. Нет, мне наложили шину, поставили. Все перемотали, сделали обезболивающее. И потом посмотрели еще двух человек, и мы нас увезли. В тот же вечер Марии сделали операцию. Она длилась больше трех часов. На раздробленную кость пришлось закрепить специальную пластину. Теперь девушку ждет долгий курс обезболивающих и антибиотиков. В соседней палате лежит ее молодой человек. У него сильное сотрясение головного мозга. Диагноза я не могу рассказывать, но тяжелых травм, слава богу, нет. Ну, угрозы для жизни нет. Ни у кого из пострадавших. Только после окончательного вердикта врачей станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело. Если и будет, то, скорее всего, в отношении водителя автобуса. Степень его вины сейчас выясняется в первую очередь. По первоначальным сведениям, причиной послужило то, что водитель отвлекся от управления данным транспортным средством. То есть, возможно, была потеря сознания. Ну и другие причины тоже отрабатываются и устанавливаются. Среди них также и неисправность автобуса. По словам пострадавших, еще в начале поездки они заметили неполадки. Было, когда мы ехали по шоссе после поста ГАИ. Мы посмотрели на спидометр, там просто стрелка на нуле лежит и все. О сроках окончания расследования пока никто не говорит. Также неясно, сколько придется восстанавливаться пострадавшим. Только в гипсе Марии нужно проходить не один месяц. Будет работать рука или нет, тоже покажет время. Ясно одно – следующий учебный год будущему парикмахеру точно придется пропустить. А возможно, и навсегда забыть об этой профессии. В этой аварии все остались живы, но за выходные на дорогах Вологодчина и в четырех авариях погибли пять человек. Всплеск дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом зафиксировали в управлении ГИБДД. В том числе среди погибших оказался юный мотоциклист. 2 июня в деревне Володина Бабаевского района 13-летний мальчик, управляя мотоциклом, находился без мотошлема, не выбрал оптимальную скорость для движения своего мотоцикла, допустил опрокидывание. В результате данного происшествия подросток получил смертельную травму. Как ребенок оказался за рулем мотоцикла, теперь будет выяснять следствие. Проверку назначат и по остальным ДТП с гибелью людей. Так, в Грязовецком районе в пятницу легковым автомобилем был сбит нетрезвый пешеход. От удара мужчина отбросило на встречную полосу, где на него наехал самосвал. В Кирилловском районе водитель ВАЗ 4-й модели превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель погиб на месте. Также травмы получили два пассажира. Еще два ДТП с летальным исходом произошли в Нюксенском и Бабушкинском районах. Весной цветы подснежники нравятся всем, а вот подснежники автомобилей уверен, что никому. Машины, которые вытаивают весной из-под снега и мешают всю зиму убирать ваш любимый двор и занимают ваши любимые парковочные места, это не дело. Раньше, чтобы убрать автомобиль, требовалось решение суда, а сейчас процедуру упростили. Если владелец ржавого ведра, получив два письма на адрес прописки, не убрал свой автомобиль, то его увозят на штрафстоянку. Так что, уважаемый хозяин девятки ржавой и газели без стекол, уберите, пожалуйста, свои машины. Вот мешает, ну, вот пить уже. Брошенное авто будет забирать эвакуатор, но только по решению комиссии. Специалисты сначала осмотрят каждый автомобиль и в случае необходимости оставят на лобовом стекле предупреждение. В нем владельцев просят убрать машину самостоятельно или привезти ее в нормальный вид. Если хозяин не объявляется, то его начинают искать через автоинспекцию. Лишь в случае неудачи вызывают эвакуатор. Первое свое место уже покинула старая Волга. Она простояла несколько месяцев возле молодежного центра на Советском проспекте. За это время легковушка лишилась крыла, боковых стекол, а также некоторых элементов салона. Сейчас подобной участи ожидают еще три автомобиля. Пятерка на улице Ярославской, шестерка на Псковской и Москвич на Дальней. Напомню, что муниципальные власти планируют избавить Волгу от 80 брошенных автомобилей до конца этого года. Хорошо бы в наших дворах стояли не ржавые корыта, а вот такие красивые и мощные автомобили. А еще хорошо, если бы отремонтировали дороги. Хотя это, наверное, уже сказка. Кстати, разметку на дорогах уже наносить начали. И в этом году она будет не только белой, но еще и красной. Представляете? Таким экстремальным светом в этом году в Вологде решили обозначить пешеходные переходы. Как сообщили в отделе транспорта, полосы белого цвета на красном фоне будут нанесены на нерегулируемых пешеходных переходах, на магистральных улицах, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий для привлечения большего внимания водителей. Например, такие зебры теперь должны будут появиться на окружном шоссе. Что касается остальной разметки, то ее в Вологде уже начали наносить. Но теперь малярным работам помешала погода. Как только дожди прекратятся, спецтехника снова выйдет на улицы. Волокжанам надоело стоять в пробках. И они дружно вышли из своих автомобилей и пересели на велосипеды. Кстати, действительно, в Вологде очень много стало велосипедистов. И в кое-каких местах даже начали делать дополнительные стоянки для велосипедистов. Но тут есть вторая сторона медали. В областной столице все чаще стали угонять велосипеды. Так что ставьте сигнализацию, товарищи велосипедисты. Более полутора сотен краж с начала сезона, который, по сути, стартовал только в начале мая. Цифра гораздо больше, чем в прошлом году. Полицейские объясняют, и велосипедов в области стало больше. Плюс чаще всего владельцы сами создают условия для кражи своих двухколесных коней. Оставляют свои велосипеды без присмотра, оставляют их без замков. И, собственно говоря, злоумышленники пользуются этим. Совершают хищение велосипедов. В основном это люди, они ранее судимы. Стараются украсить велосипеды те, которые подороже, от 5 до 10 тысяч, потому что этот велосипед легче продать. Сбывает велосипед почти сразу после кражи, так что шансы отыскать железного коня минимальны. Поэтому советы полицейских все те же. Не бросать велосипед без присмотра, приобрести замок, а лучше несколько. Велосипедисты со стажем также советуют переписать номер рамы. Он обычно нанесен внизу под кареткой. Или вовсе выбить на раме какие-то собственные метки. Пусть это от угона не защитит, зато позволит опознать велосипед в случае кражи. 3Х – это боевик крутого мужика. И теперь в Вологде крутых мужчин и даже женщин стало намного больше. К нам в город неожиданно завезли серию номеров с 3Х. И несколько дней отделение ГИБДД на Гагарина переживало натиск автомобилистов, которые желали стать владельцами заветных ха-ха-ха. Хотя нет, не ха-ха-ха, а 3Х. Как рассказали в СТО «Мотор», серия с 3Х была выдана в течение двух недель, что, по заверениям сотрудников, не быстрее обычного срока выдачи для любой другой серии. Как бы то ни было, в Вологде разошлись номера, начиная с 001 до 999-го, и выдавали их строго в порядке возрастания и без всякого блата. Кстати, что касается красоты и практичности номера. Не так давно Госавтоинспекция и автомобилисты России выступили единым фронтом с предложением избавиться от привязки к региону. По мнению одного из депутатов Госдумы, регионы на номерах создают только проблемы. Далее цитата. Например, на чужой территории гаишник с большей долей вероятности остановит именно такую машину. Это происходит как за пределами Москвы, так и в самой столице. Здесь особое внимание уделяется автомобилям с брянскими, тульскими, казанскими, любыми другими немосковскими номерами. Так что отмена этой привязки как минимум сэкономит водителям немало времени и нервов. Конец цитаты. Блатные номера нужно вешать на крутую машину. Крутую машину покупать в правильном салоне. Название крутого автомобиля и адрес правильного салона вы узнаете в нашем следующем сюжете. Kia Optima – это седан бизнес-класса. Эта новинка выпускается с 2012 года. Разумная избыточность – так этот автомобиль охарактеризовали сами производители. Новый облик Kia Optima создавал тот же дизайнер, который в свое время трудился над первым поколением Audi. Из задачи создать динамичный автомобиль повышенного комфорта он справился. На мировом рынке машина сразу нашла своего покупателя. Которым нужен комфорт, нужен мощный двигатель, именно дизайн самого автомобиля, внутренняя отделка салона. За первые 9 месяцев прошлого года на мировом рынке было продано более 150 тысяч таких машин. С февраля этого года Optima доступна и российскому покупателю. Для России автомобиль предлагается с двумя двигателями – 2 и 2,4 литра на выбор. Динамику и мощь которого оценит каждый, кто сядет за руль. Здесь все создано для того, чтобы водитель ощущал свободу движения. Первое, что бросается в глаза – это очень удобно. Все находится под рукой, не надо никуда тянуться. Далегация полностью на русском языке. Сидение тоже очень удобно, регулируется в восьми положениях. То есть водитель может под себя его подстроить. Также у новой Optima шире колеса, длиннее база и прочнее кузов. Автомобиль оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, антиблокировочной системой тормозов, системой курсовой устойчивости и помощей при старте на подъеме. Испытать все это в деле может каждый, записавшись на тест-драйв. Также этот автомобиль можно приобрести в кредит, причем на специальных условиях. Официальный дилер Kia объявляет о снижении кредитных ставок на автомобиле Kia. Решение по кредиту вы можете получить в течение 30 минут. Также мы продлеваем скидки на автомобили Kia Optima и Kia Picanto. Подробную информацию вы можете получить в нашем автосалоне у наших продавцов-консультантов. Вас ждут по адресу город Вологда, улица Ленинградская, 97Б, автоцентр Северный. Ну а пока вы смотрите самую крутую автомобильную передачу на Вологодском телевидении, я посижу в этой крутой машине. Увидимся на простых дорогах. Пока-пока. Крутая действительно. Субтитры сделал DimaTorzok